Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и это гайд для новичков на основы игры The Isle of Rima, где купить основы управления и другие игровые прочие механики. Итак, чтобы играть в игру The Isle of Rima, вам нужно купить в стиме основную игру The Isle. Стоит она 419 рублей. Далее перейти в свойства игры, в бета-версии и выбрать версию The Isle of Rima. Дождаться установки игры и запустить ее. Скажу так, что Эврима это очень требовательная версия игры The Isle, и поэтому исходя из параметров вашего ПК, вам придется поиграться немножко с настройками. Средние параметры для запуска Эврима сейчас у вас на экране. Также в описании под стримом я обязательно их закрепил. Отталкивайтесь от этого железа или берите чуть выше. Сразу скажу, что игра на данный момент немного не оптимизирована, но играть в нее возможно. То есть у кого-то местами могут быть просадки FPS, либо какие-то баги. Но основной массе игроков даже удается хорошо поиграть в нее. В главном меню есть все то, что необходимо для настройки игры полностью под вас. Графика, звук, геймплей, управление. Вы все это сами настраиваете для себя. Давайте обратим ваше внимание на настройку геймплей. Здесь есть функции, которыми вы можете воспользоваться для игры. Первое. Это автоматически скрывать чат, что позволит вам не видеть игру в чате. Второе. Это Disable Hints, который убирает все значки вашего динозавра с игры. То есть данные стамины, голода, жажды. И третья функция. Это Stream Mode. Это своего образа реплей, который есть в The Isle Legacy. К сожалению, пока что вы в Рима. Реплеи недоступны. Но с будущими обновлениями они обязательно будут в игре. Ну что же, давайте рассмотрим основы управления и механики. Итак, основы управления игры. Клавишами V, A, S, D вы перемещаетесь на своем динозавре. Нажав клавишу H, ваш динозавр ляжет на землю и восстановит стамину. Зажав клавишу H еще раз, ваш динозавр благополучно сохранится на сервере, но при этом вам придется выжидать тайминг в 60 секунд, чтобы благополучно выйти с него. Иначе, если вы просто нажмете выход в главное меню, ваш динозавр останется на сервере еще в течение 5 минут. И другие игроки смогут вас убить. Кнопка пробел на клавиатуре. Прыжки динозавров, если они ему доступны. Перейти на более медленный шаг ходьбы вашего динозавра позволит вам клавиша Z. При удерживании клавиши Shift, ваш динозавр начнет бежать. При однократном его нажатии, бег будет автоматическим. При нажатии клавиши Ctrl, ваш динозавр начнет краситься. То есть, ваш динозавр переходит в режим засады. Не путайте клавишу Ctrl с основной веткой File Legacy. Здесь он не работает как спринт, здесь его нету. Находясь на Ctrl в засаде, нажатием клавиши V вы смените обзор вашего динозавра. Вы сможете наблюдать перемещение вашей жертвы либо с левой, либо с правой стороны. Атака, удара и укуса динозавров производится с помощью левой кнопки мыши. Также у каждого динозаврова в Риме есть своя альтернативная атака при нажатии правой кнопки мыши. Чтобы нанести урон жертве, находящейся сзади вас, нажмите Alt, повернитесь назад и нажмите левую кнопку мыши. Меню роста вашего динозавра, клавиша Tab. Здесь вы увидите рост вашего динозавра, необходимые ему диеты, а также его здоровье. Геолокационные данные, премия в игре, название сервера. Здесь будет показана максимальная скорость вашего динозавра, его вес, а также наносимый им урон. Ну а чтобы больше узнать нужное по системе диет динозавров и их росту, а также карте, все ссылочки будут в описании на наши гайды по Эврима. Чат в игре в Эврима. Нажмите Enter и напишите что-нибудь. Но запомните, только ваш вид динозавра, на котором играют другие игроки, увидит ваше сообщение, находящееся неподалеку от вас. Добавление в пати другого игрока. Подойдите к своему виду и зажмите клавишу 2. Ваш оппонент должен то же самое сделать, зажать клавишу 2. После этого вы увидите его никнейм. Значит он добавился в пати. Клавиша Q позволит вашему динозавру с легкостью найти на компасе воду, а также еду. В отличие от травоядных, пищники могут найти еду на компасе даже при ходьбе. Найдя что-то съедобное на карте, подойдите к еде и зажмите клавишу E, опустив камеру вниз. Ваш динозавр начнет есть. Однократным нажатием на клавишу G на клавиатуре, ваш динозавр оторвет кусок мяса от жертвы. Таким образом вы сможете его переносить в зубах. То же самое действует на травоядных. Если подойти к съедобным кустам и однократным нажатием на клавишу G нажать, ваш динозавр начнет переносить растения в зубах. Зажатием клавиши G, ваш динозавр начнет переносить целую тушу жертвы. Только не забывайте сравнивать ваш рост и вес с переносимой жертвой. Если туша окажется в разы больше вас, вы ее просто не сдвинете с места. Пить воду также клавиши E. Только подойдя к источнику воды, не забывайте про динозухов. Играя за травоядных, вы можете восполнять свой голод ненамного, находясь на лугах большой растительностью травы. Поедание травы с лугов должно отобразиться у вас внизу на мониторе. Находящийся ваш динозавр в реках или озерах может начать тонуть, потеряв всю стамину. На интерфейсе монитора вы можете увидеть значок кислорода. Это значит, что вам пора на сушу. В бою ваш динозавр может быть ранен, от чего у вас откроется блит, кровотечение. Избавиться вам от этого помогут грязевые лужи, находящиеся рядом с источниками воды. Нажав клавишу E, ваш динозавр измажется грязью, вследствие чего у вас остановится кровотечение. Также при небольшом уроне вы можете просто посидеть, нажав клавишу H. Ну а теперь пробежимся по самим уронам, экранам. Они также есть в основной ветке The Isle Legacy. Экран – это показатель уровня оставшегося запаса жизни вашего динозавра. В игре на данный момент присутствует три экрана смерти. Первый экран. Ваш динозавр ранен. Запас жизни 80%. Второй экран. Запас жизни 50-40%. Третий экран. Запас жизни 30-10%. Ну а если тебе понравился наш гайд, обязательно подписка на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео, стримы и гайды по The Isle Legacy и Эврима. Всем хорошего выживания. Пока-пока. Также не забывайте вступать в нашу группу ВКонтакте и вступать в наш Дискорд. Все ссылочки будут в описании.